Продолжение следует... Всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня Архимандрит Мельхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители телеканала «Союз». Уча нашей прошлой передачи вы закончили на прекрасных словах «Доброжелательность, доброжелательность, доброжелательность». Чтобы дошло прижденно. Именно с этими словами мы должны идти в храм. Как, впрочем, наверное, в любые другие места. Как только из дома выходят. Но в храм обязательно, прежде всего. У меня сегодня замечательная прошла программа «Тайны души» с космонавтом Тюрином, с Михаилом Тюрином. Это знаменитый наш космонавт, который три раза был в космосе, пять раз выходил в открытый космос. Да вы что? Да, он известен тем, что он сыграл в космический гольф и принес на станцию в 2014 году Олимпийский огонь нашей Сочинской Олимпиады. Да вы что? Да, и там ходил с этим огнем по всей станции. А все остальные, наверное, с огнетушителем за ним ходили? Да, он особый там, особый, конечно, да. Так что они же все технари, инженеры. Я бы тоже спросила, как он там у вас. Он говорит, ну, мы же инженеры, мы все умеем. Но дело не в этом. Он после того, как окончил свою карьеру, если так можно выразиться, космонавта, он стал звонарем в храме. Да вы что? Да, звонарем в храме в городе Ивантеевка, в честь великомученьку Георга Победоносца. Причем очень хорошим звонарем. И он даже открывал в Новосибирске, там проходит фестиваль колокольного звона, он даже открывал, как один из лучших звонарей. А в этом храме он открыл школу звонарей для детей. Очаровательные совершенно дети, которые тоже хотят овладеть этим искусством. И какой он... Я когда спросила об особом секрете колокольного звона, говорю, он существует, он есть. Он сказал, вы знаете, особого секрета нет, но что я говорю своим детям, своим ученикам? Вот у нас есть потайная комнатка перед лестницей на колокольню. Я говорю, вот когда мы туда входим, вот мы в эту комнатку сложим гнев, раздражение, усталость, злость, бессердечи. Кладем туда, и уже без этих мы с вами качеств поднимаемся на звонницу. И пусть эти качества полежат там. Но если мы захотим, мы их на парадном пути заберем. А если нет, то закроем на ключ. Да, да, ну вот может заберем, а может кто и не заберет. Но только с такими качествами, вот когда мы все это оставили, мы можем приступать к колокольному звону. Батюшка, представляете? Настроение, да, настроение. То есть какое вот с чувством человек считает, который лишь встал в космос, видел вселенную, да, такой человек. И как глубоко люди проникают в суть того, с каким надо приходить в храм. Ну, кстати, у нас сейчас еще идет февраль месяц, вот 9 февраля был день кончины великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. И вот относительно комнаты и что-то куда-то складывать. Он однажды привел такой пример. Вот смотрите, если в коробку положить бриллиантовую брошку, то она станет шкатулкой. А если в коробку положить огрызок, то эта коробка станет помойкой. Поэтому то, что вы складываете в свою голову, тем она и является. Поэтому только светлые, чистые мысли, воспоминания и чувства надо складывать в свою голову и сердце. И он говорит, иначе, иначе, если вы будете складывать все плохое, иначе у вас места не останется для всего добра, чистого и светлого. Поэтому надо действительно вовремя вычищать. Поэтому старец Паисий говорил, вся борьба у человека все-таки это за его мысли. Потому что пустое место свято не бывает. Исаак Сирин говорит, я его сейчас процитирую, праздный ум седалища дьявола. О, как? Праздный ум. Если ты не думаешь о добром, светлом, божественном, если в уме не происходит духовной работы, обязательно в эту голову, в пустую, дьявол накидает свои мысли, свои игрушки, свои планы и свое кино. И будет тебе крутить это кино день и ночь, если ты сам не будешь управлять своим умом. А это все возможно. Поэтому это созвучно с этим великим космонавтом, который говорил, Да, любое дело надо с правильным, светлым настроением, с доброжелательностью, тогда все получится. Особенно в семье. А без нее вообще ничего не получится. Иногда говорят, а почему ты это не сделала? Муж жене говорит, жена говорит мужу. А она или он говорит, а ты мне не тем тоном сказала. Ну, во-первых, ты не теми ушами услышал? Не теми ушами. У тебя уже была какая-то недоброжелательность. Ну, а потом, когда мы что-то говорим, да, на самом деле, на самом деле, надо следить за своим тоном. Потому что, особенно для женщин, это очень важно. Принеси. Это одно. Не могла бы ты, моя милая, принести. Да она тебе вообще там потом лепешку разобьется. И принесет все, что хочешь. И даже чего не хотела. Чего и не хотела, да. Каждый выбирает по себе. Женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителя, пророку. Каждый выбирает по себе. По себе. Левитанский поэт. Да, замечательно. Такие глубокие строки. Отче, да? Это же так. Подобный к подобному. Поэтому, если вдруг что-то не то, посмотри в зеркало, вот, и посмотри в свою душу. Кто был этим виноват? Скорее всего, что ты сам. Да. Подобные. Нет у нас философские размышления после ваших слов о доброжелательности. Но мы же про космос. Да, мы про космос. Поэтому у нас космическая жизнь должна. Кстати, давайте опять про космос. Давайте опять про космос. Это тоже чрезвычайно важно. Особенно для семейной жизни. Стоит Спейс Афонский, говорит. Наша жизнь должна уподобляться космонавтам. И у него очи. Каким-то образом. А вот так, смотрите. Ракета стоит на старте. И идет в центре управления полетами. Идет перед стартом, идет обратный отсчет. 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0, пуск. Пуск. Ну и что? А вот и в нашей жизни должно быть так. Пока не обнулиться, ваша духовная гордыня, ваша духовная ракета не сможет подняться наверх, подняться ввысь. Вот к чему надо стремиться. Как Господи, первые будут последние. А последние первыми. Блаженны нищие духом. Это и есть обнуление. Обнуление гордыни, самолюбия, самости, эгоизма. Вот это и есть нищета. Я не имею. Я ноль среди вот этих грехов. У меня их нет, вот этой гордыни. Ноль. Нет, я-то ее имею. Человек не должен ее иметь. Вот должна была подавляться космонавтам. Какое интересное сравнение. Старта с поистинами. Поэтому склонность, она никому в жизни никогда не мешала. Особенно. Особенно в семейной жизни. Ну, подумаешь, ну какой тон. Ну, подумаешь, как сказали. Ну, это все очень важно. Но не надо обращать на это внимание. Ну, не с той ноги встал, встала. Кто-то сказал, у нас в семье, в семье все решает папа. Но кто будет папой, решает мама. Решает мама. Поэтому пусть все будут на своих местах. Папа на своем месте. Мама на своем месте. Хотела задать другой вопрос. Но после таких размышлений все-таки зачитаю другой. Одна пишет нам, наша зрительница, о том, что у нее сын не ругается матом, а разговаривает. И она спрашивает, что делать. Она спрашивает, что делать. Слушайте. Это, отец Малькседек, беда нынешнего времени. Беда молодого поколения. Я сама иногда иду мимо школы какую-нибудь и слышу, как выходят подростки 13-14 лет. Они действительно не ругаются. Они действительно разговаривают. Это норма. Они не хотят. Причем там девочки, мальчики. Не имеет значения кто. То есть даже при девочках мальчики могут выражаться. Ну, Льва Сергеевна, это невыносимо слышать. Да. Вот это реальности нашего времени. Ужасный причем. Ну, надо таким образом. Во-первых, надо требовать самого себя. Да. И мало того, что я скажу. Я больше скажу. И то, что зависит от тебя, ты делать должен. Мой армейский пример. У нас было то же самое. 82-й, 84-й год. В роте было 120 человек. 120 человек. Это была учебка. Мы были все одного призыва. Вот это, кроме сержантов, 120 человек. Когда я находился в этой обстановке, когда я это слышал, я подходил к сверстникам. Дергал его за гимнастерку. Он оборачивался. Я говорил, ты бы хотел бы, чтобы сейчас то, что ты сказал, при этом присутствовало и слышала бы твоя мама. А вот видите, мама-то слышит, он при ней даже ругается. Нет. А он говорит, наверное, нет. Тогда этого не надо делать. Потому что надо быть человеком, когда присутствует мама и когда не присутствует. И вот это воспоминание о матери, кстати, это так срабатывало. Почему? Потому что невероятное скучание было по дому, по родным и близким, особенно по матери. Конечно, никто бы не хотел, чтобы мама-то это слышала. Но если бы моя мама в свое время услышала от меня что-то подобное, у меня бы, так сказать, губы распухли бы, и я проглотил бы язык. Второго раза не надо было повторять. Это было бы, это было бы абсолютно неприемлемо. И именно вот так категорично было бы остановлено. Поэтому это было по попущению матери. Уж лучше на месте прибить, чем позволить сыну развиваться вот в такой, так сказать, вы знаете, а вот пример такой, с медициной связанный. Когда рука сломана, когда рука сломана, и срастается неправильно, чтобы она срастая с правилами, ее ломают. Вот поэтому, если этого мать пропустила когда-то, как мне мама говорила, слушайте, надо мной дети, а вот они там так-то, не так-то. Она говорила, вы когда-то их упустили. Вы когда-то их упустили. Потому что в семье родители должны детям сказать, все равно не будет по-твоему. Все равно не будет по-твоему. Когда ему один раз попустили, чтобы стало по его. Тогда все. Он ловит этот момент, любой ребенок, начиная с двух, с трех лет, он уже родителей изучает. Он сможет добиться криком и истерикой чего-то. Вот когда он добился хотя бы один раз криком и истерикой, потом он будет командовать родителями. Это категорически. Момент этого воспитания нельзя пропустить. Это еще, наверное, и отношение к матери, к родителям. Опять-таки приведу пример. Он, правда, не вошел в программу. У меня была беседа с очень известным актером, просто легендарным Александром Збруев. Очень многие, да, его все помнят. У него отец был расстрелян в 1938 году. Да, да, да. И с матерью сразу же, как только он родился, матери разрешили родить в Москве, в роддоме Груйрмана. Их тут же отправили на поселение, в какой-то лагерь. Они вернулись спустя пять лет. Это, конечно, такая у него была достаточно. То есть потрясение, судьба такая. Да, судьба не очень любая. А такой позитивный все время. Очень позитивный. Причем он все-таки, как он мне рассказал, читал документы по поводу расстрела отца. И что его, конечно же, просто убило, это то, что вот эта тройка, которые тогда были, она решила судьбу за 15 минут. Он сказал, там всегда во всех документах пишут заседание, началось там в 10 утра, закончилось в 10-15. И за 15 минут решили человеческую жизнь. То есть он воспитывался матерью, жил на Арбате. Ну, это понятно, что такое послевоенная Москва. Это очень многие без отцов росли тогда, без отцовщина такая. Это двор, это голуби, это увлечение и блатной романтикой в том числе, и жаргонными песенками. Говорит, я очень любил там его. Он мне даже напел одну такую фривольную песенку такого блатного содержания. А я его спросила, я говорю, а как же ваша мама реагировала на эти песни? Это понятно. Говорит, что вы? А мама этого не слышала. Ну, что вы? Я разве при маме мог такие песни петь? Да, да, да. Вот это понятие было, то есть двор, там где, да, многие же возвращались из лагерей тогда, послевоенное время, и там Хрущев освобождал. Естественно, приносили с собой вот эту романтику. А мама критерии чистоты, справедливости, истинной. Да, да что вы, мама такого не слышала. Не слышала, да. Вот если бы так, все руководства были здесь, и так бы думали. Останавливать надо. Те, на кого мы имеем влияние, и те, кто могут нас послушать, надо эти замечания делать, особенно на работе. Особенно на работе. Особенно если вы вообще начальник, так вообще сказать, что это просто штраф-то будет за эти все ужасности. На равных замечаниях. Ну, так сказать, начальник психу, который орет так тоже. Хотя, с другой стороны, женщины мне советуют вот так вот за голову хвататься, глаза закрывать, чтобы человек понял, что что-то, 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 ой, 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 ой. Человек даже вообще не соображает даже, что он говорит. Поэтому надо, так сказать, женщина тоже не может это, не должна это проглотить. Даже от начальника. Потому что потом для него тоже дойдется, что все-таки, ты знаешь, тормози. Есть какие-то вещи, которые за грань которых мы переходить не должны. Особенно если начальник на почтенок. Но если, конечно, это не колхоз. И, так сказать, если это не какая-то... Влияет надо. Опять-таки, я же прошу прощения. Я сегодня что-то так разошлась, рассказываю об Ольге Остраумовой, которую я тоже брала интервью. Так, так. Которая, как известно, была замужем за Валентином Гафтом. Да, да. Очень известным человеком. Но она сказала, что за годы жизни со мной он перестал ругаться матом. Да. Я говорю, а что, он ругался? Она говорит, ну что вы. Да. Ну вот влияние, влияние друг на друга доброе. Она говорит, я очень жесткий в этом отношении человек. Ну и прекрасно. То есть, я себе такого... Она, у нее дед священник был, оказывается. Остраумов. Остраумова, да, наша известная актриса. Дед был священником. Нет, фамилия звучная, фамилия звучная. Да. Давай священник. Так что, я привожу примеры... Возможных вариантов. Возможных вариантов, причем известных людей, которые рассказывают об этом. Это можно услышать, они об этом говорят. Да. Батюшка, а потом я заметила... Что все поправимо. Все зависит от культуры, воспитания, уважения. Православные люди, я заметила все-таки... Ну, я от православных не слышу, что по ним отругались. Так, все-таки православные люди, они контролируют себя, изъясняются языком Пушкина, как правило. Да. Надеюсь. Что вы мне, батюшка, посоветуете в такой ситуации? Родители не хотят соблюдать среду и пятницу. Папа не насыщается низкокалорийной пищей, работает на тяжелой работе и на мои убеждения отвечает, что он не сможет работать. Мама со слабым здоровьем переживает, что из-за поста она еще больше похудеет. Чем можно им помочь? То есть, я так понимаю, девушка воцерковилась, постится, а родители, люди старой формации, не постятся. Ну, а кто сказал, что мы отвечаем за добродетель или грех другого человека? Пост должен быть добровольный, и ты не можешь насильно человека заставить поститься. Вот это их выбор. И поэтому не надо. Постящийся, кто ест мясо, да не осуждает того, кто не ест. И кто постится, да не осуждает того, кто не постится. Бог знает его, говорит апостол Павел. Поэтому пусть твоя добродетель будет перед Богом. Мало того, что ты помажешь голову твою, говорит Господь, и умой лицо твое, чтобы не показаться людям постящимся, мы вообще наш пост должны перед людьми скрывать. Поэтому еще кого-то к этому заставлять, надо спокойно. Это их жизнь, это их мера. А у них могут быть совершенно другие добродетели. А они за тебя, они за тебя два кафеста могут читать, две кафизмы. В день могут главу Ивановича за тебя читать, Иисусу Малету за тебя читать. У каждого разная физиология, у каждого разная сила. Ты можешь раз-два об этом напомнить, если забыли. А если это их сознательный выбор, ну все, тогда успокойся. Нет человек сил, нет, ну все. Самое главное, надо себя спрашивать, потому что это не самое главное. Ну да, Господь спросит с нее, а с родителями он будет тоже. Ну конечно. У нас-то как раз с верующих-то больше спросится. Ну конечно, да. Поэтому надо спокойно оставить родителей, спокойно. Самое главное, чтобы еще не быть причиной их раздражения на вас, тогда это просто будет уже взять какой-то небольшой повод, а потом все это превратить в какую-то тихую войну. Это неправильно будет. Вот бабушки в семье готовить или не готовить внукам, сейчас будет Великий пост, а не пост на пищу, готовить. Готовить. Да, это дети, это внуки. Вот они работают, зарабатывают деньги на семью и на лекарства тебе. Ты их накорми. То есть сначала предложи, что можно так, нет, нам этого мало. Ну все. Кстати, вот тот же Космонав Тюрин, я уже опять о нем. Он же еще прославился тем, что он первый начал спаститься в космосе. Да ладно. Ты серьезно? Да? Интересно. Честное слово. Я его спрашиваю, а как там врачи? Потому что это все очень строго, там же ты не можешь просто так есть, то, что там голову взбредет. Вот. Он сказал, да, я там начал воздерживаться. Ну то есть, видимо, он все-таки с какими-то рекомендациями врачебными. Ну, наверное, он на земле предупредил. Да, думаю, что да. Да, и он сказал, ну вы знаете, уже как человек, который на земле, который уже звонарем и прочее, но все-таки давайте не будем сводить, то просто только к пище. Ну, мы обязательно. Первый главный вопрос. Простимся от греха. Да, постимся. И он говорит, я как раз в космосе, поверьте, вот это тяжелее, как раз старался вот эти качества преодолевать. Понимаете, как интересно. Батюшка, тоже такая жизненная ситуация. 24 года живет с родителями, да, наш зритель. Родители православные, но я так, ну православные, так мы все православные. И вечером она, ну, часто не ходит в храм, даже боится вечером ходить в храм, потому что родители не понимают, зачем она так часто вечерами и там днем, утром ходит в храм. И чтобы избежать разговоров и каких-то осуждений, она придумала, что я вот хожу там с друзьями встречаюсь и все такое и прочее. Грех ли это? То, что она родителям говорит, не говорит, куда она. Она говорит, что она идет с друзьями, а идет в храм. Потому что родители, ну... Ну, а родители к друзьям отпускают? Отпускают. То есть это не страшно? Нет. А в храм страшно? А в храм страшно. Ну, дело в том, что у меня такая ситуация была, вот, я пошел, у меня родители, когда еще не были верующими, потом через 10 лет стали, только когда я к Ере пришел, я ничего не крутился, я не вертелся, да-да, нет-нет, куда, я в храм, я не пущу, ну, как не пущу. Не пускали, что, значит, не пущу, ну, вот, все, я пойду и все. Врать не надо, зачем, так сказать? Врать не надо. Это их, это их, пусть как они хотят, так они. Ты знаешь, что так надо жить? Ты знаешь, что Бог самый главный, наш отец и мать в одном лице для нас знает, ну, и все, и служи Ему. А вот погубившийся, глаголивший лжи. Я есть путь, истина и жизнь. Я истина. Поэтому всякая ложь, она тоже отлукава, поэтому не надо, так сказать, ничего прикрываться, потому что одна ложь, другая ложь, ничего из этого доброго не выйдет. Вот это, батюшка, странно. И я тоже, кстати, в свое время это пережила, когда я начала уцерковляться. Я пережил, да. У меня просто бабушка моя покойная, царствие ей небесное, да, она говорит, я не понимаю, зачем ты идешь вечером в храм, сходи лучше с друзьями. Я тоже это слышал. Часто ходишь, бабушка дорогая, ну, мне там хорошо, понимаешь? Ну, как же у тебя там может быть хорошо? Ну, это моя жизнь. Конечно, моя жизнь. Да, ну, что, ты не ходил, я хожу. Помните, всякие, кто оставит отца, матери, братьев, сестер, найдет вас в 100 крат больше и братьев, и сестер, кто ради. Да, но потом она успокоилась. Конечно, конечно. И все, и да, и как-то уже я... А потом скажут, а почему каждое воскресенье? А почему нельзя через воскресенье? А почему нельзя по двенадцатым праздникам? Слушай, да хватит на Рождество и на Пасху, а то вообще фанатиками стали. Нет, в этом плане уступать никому не надо. Кто на Бога во всем уповает, Бог во всем помогает. Лучше что-то потерять ради Бога, чем потерять Бога из-за чего-то. Кто себя Богу отдает, кто себя Богу отдает всецело, того Бог никому и никогда не отдаст. Вот надо этим руководствоваться в жизни. А потом они же придут к вере, будут за это благодарить, что да, слава Богу, мы видели, что у тебя то да, то нет, а не так, что, так сказать, то да, то нет. Или нет греху, или да Богу. Ну, тогда все на своих местах. Катя, спасибо огромное. Передача наша, к сожалению, подошла к концу, но не подошли к концу наши беседы. И будем помнить, будем помнить слова Александра Васильевича Суворова. Самая главная победа – это победить самого себя. Свой страх, свою лень, свой эгоизм. Спасибо вам. До новых встреч. Я, Любовь Иоакина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Желаю доброго здоровья вам и вашим близким. И жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Субтитры создавал DimaTorzok